Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества. Это испанская фирма Valencia, серия называется Lavanda. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Как вы видите, я приобрела два оттенка цвета. Это красный и такой вот красивый насыщенный бирюзовый оттенок. Сейчас мы поговорим более подробно о пряже, а затем о изделиях, которые можно связать из данной пряжи. Здесь 100 граммах 220 метров и 43% полированной шерсти входит, 7% ангора и 50% акрила. Уже, скажем, потому что входит ангора, можно понять, что пряжа немножечко ворсистая. Пряжа мне очень понравилась. На протяжении всего вязания она скручена равномерно и какой вы видите ее, скажем, с поверхности моточка, такой она является и внутри. Буквально в нескольких местах пару раз во втором моточке при вязании с нудом мне попалось небольшое утолщение. Но, в принципе, честно говоря, это возможно в любой из пряж. Я думаю, что это такой, скажем, маленький изъянчик, который может быть в любом мотке. Вот. Независимо от фирмы и независимо от толщины пряжи. Вот. Нам производитель рекомендует из данной пряжи изготавливать свитера, аксессуары, различные пуловеры. Но, честно говоря, я, скажем, при вязании очень сделала, скажем, для себя вывод, что из этой пряжи как раз-таки отлично подходят именно свитера, а не аксессуары. Почему? Объясню. Во-первых, пряжа очень хорошо в изделии имеет такую вот стрейчевость, то есть, что очень хорошо подходит для свитеров, особенно для свитеров, которые сейчас очень модны, это оверсайз. Вот. Во-вторых, пряжа достаточно тонкая и при вязании в одну ниточку получится хорошее, красивое изделие. При этом оно будет тонкое, теплое, очень мягкое на ощупь пряжа. Вот. Изделие из нее получается буквально воздушное. Почему? Я сказала, что для вязания аксессуаров она недостаточно хороша. Вот. Почему? Потому что, опять же таки, при расчетах для вязания шапочек, для вязания снудов, вот, она составила небольшую, скажем, затрудненность. Ну, во-первых, я сейчас вам покажу шапочку на мальчика-подростка. Вот. Как вы видите, она достаточно стрейчевая пряжа в изделии, поэтому, скажем, составила небольшое, скажем, труда. Что пришлось мне в итоге перевязывать несколько раз образцы разными спицами, для того, чтобы определиться, сколько же петель мне нужно в итоге набрать, чтобы получилось данное изделие на нужный мне размер. Во-вторых, скажем, после стирочки имеет свойство пряжа немножечко расползаться. Вот она когда в мокром состоянии, она такая прям неуправляемая. Как своего рода иногда можете заметить, это изделие из мериноса, либо сама пряжа из мериноса, она в воде неуправляема. Вот как раз таки эта пряжа очень сильно напоминает как раз таки меринос. Вот. И что касаемо снуда, после тепловой обработки тоже он такой вот, посмотрите, бесформенный. А иногда в изделиях это мешает. То есть хочется связать какое-то красивое изделие с определенным узором, который бы хотел, чтобы оно держало форму и, скажем, было красиво. Вот. То здесь, несмотря на то, что я выбрала достаточно простой узор, вот такие ячеечки, у меня, скажем, возникли некоторые вопросы. Вот. Если же вязать, допустим, какой-то свитер или оверсайз, допустим, какой-то пулловер, либо, в общем, различные регланчики, какие-то, в общем, под горлышко, вот, то я думаю, что здесь будет гораздо проще. И в итоге вас результат порадует больше, чем при вязании аксессуаров. Ну, в принципе, аксессуары получились, как вы видите, достаточно насыщенные, красивые в этой цветовой гамме. Лаванда очень насыщенные в целом цвета. Вот. Я пока показываю вам два вида. Вы можете зайти на сайт и посмотреть, какой там огромный выбор именно насыщенных цветов. Вот. И как все насыщенные яркие цветовые гаммы требуют и, конечно же, стирки в максимально прохладной воде. То есть здесь производитель рекомендует стирать до 30 градусов, как и вся пряжа для ручного вязания и изделия из нее. Вот. Но я рекомендовала бы начинать даже, я бы сказала, с холодной водой. Почему? Потому что, в принципе, красный оттенок, это бирюзовые оттенки, темные оттенки, они все имеют свойство краситься. Поэтому стираем их, конечно же, во-первых, отдельно от всех вещей. Во-вторых, это ручная стирка. И ни в коем случае не отжимаем. То есть это немножечко пожмакали, разложили на горизонтальной поверхности, причем разложили не просто на горизонтальной поверхности, а уложили, как вы хотите, чтобы выглядело в итоге. Потому что, повторюсь, пряжа немножечко имеет свойство в мокром состоянии расползаться. И вот чтобы она держала красивую форму после высыхания, а не растянулась на несколько там сантиметров. Вот чтобы этого не было, нужно придать ей форму уже в мокром состоянии. Вот. Что хочу сказать. Здесь производитель рекомендует спицы 3,5-4. Здесь соглашусь. Я вязала аксессуары спицами 3,5. Как вы видите, достаточно хорошо получилось. При том, что у нас шапочка связана одним узором, я решила для снуда использовать другой узор. Вот. Специально, чтобы попробовать несколько вариантов. Вот. И резиночку я вязала здесь спицами номер 3. То есть, на полразмера меньше, чем основное вязание. И я также специально двумя способами тепловой обработки сделала аксессуары. То есть, снуд я постирала. Как вы видите, петельки одна в одну вытянулись красиво, ровненько легли. То есть, после стирки пряжа приобретает такой вот красивый раскрытый вид. Вот. Шапочку я обработала просто паром. И, как вы видите, петельки, скажем, как были, в принципе, немножечко буквально разницы. Как были при вязании после того, как закончили работу, так и после обработки паром, все осталось практически неизменно. Единственное, что пряжа после обработки паром немножечко распушилась. В принципе, это свойственно при обработке паром. Любая пряжа немножечко пушит. Вот. В принципе, что хочу сказать также о пряже. Мне пряжа понравилась в работе. Она, в принципе, не скользкая, равномерно скрученная. И я бы даже сказала, немножечко при работе может, если работаете тонкими спицами, делиться. То есть, соскальзывать петля и делиться потом. Но это, опять же таки, все зависит от того, насколько вы быстро вяжете. Я вяжу, руковожу спицами быстро. Поэтому, возможно, вот это соскальзывание происходило именно из-за скорости моего вязания. Вот. Пряжа замечательная, мягкая. Пряжей этой в дальнейшем я буду пользоваться. Мне очень понравилось. Но хочу с нее также попробовать связать какую-то кофточку. Вот. В принципе, пряжа подходит и для деток. Она очень-очень мягкая. И для тех, кто не любит колкости в изделиях вязаных и не носит изделия именно из-за того, что они, как бы, так кусаются, то вот эта пряжа не кусается. Она очень мягкая, нежная, красивая. Вот. В принципе, пряжу здесь написано, что можно гладить. Но, как и все другие изделия, вязаные изделия из пряжи, то я гладить не рекомендую. Всегда это чревато, скажем так, во-первых, деформацией изделия, во-вторых, в дальнейшем это усугубляет эксплуатацию изделия. В общем, кто что вязал из данной пряжи, обязательно поделитесь в комментариях и вяжите вместе со мной. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Не забудьте лайкать. Всем пока-пока.